Медик из Златоуста, которая брала деньги за фиктивную вакцинацию, уволена. Работы лишился и ее муж МЧСник, а также три их соучастника. Напомним, они все вносили фиктивные данные в единую государственную информационную систему. За то, чтобы получить справку о прививке, люди платили от полутора до шести тысяч рублей. У подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. По версии следствия, подозреваемые внесли изменения в специализированную единую информационную систему не менее чем 250 гражданам. Уголовный срок грозит и начальнику цеха промышленного предприятия в Челябинской области. Его подозревают в получении взятки. По версии следствия, подозреваемый этим летом получил более 60 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по демонтажу конструкции и вывозу металлолома. Однако сотрудникам ФСБ удалось установить данный факт. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. А в Магнитогорске за получение взятки уже осудили налогового инспектора. Сотрудница получила 250 тысяч рублей от коммерсанта. Он хотел, чтобы ему всегда сообщали о том, когда на его предприятие налоговики придут с проверкой. Сотрудницы налоговой, которая согласилась это сделать, назначили 7 лет лишения свободы условно. Еще она должна заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Занимать государственную должность женщина не сможет 5 лет.